Реальна ли виртуальная жизнь? Мы не ответим на этот вопрос, однако мы подготовили для вас список из 10 самых лучших моментов из фантастических фильмов, связанных с виртуальной реальностью. Хотим заметить, мы отобрали только те моменты, которые созданы программой и не связаны с мыслями, как например в фильме «Начало». Давайте приступать. В начале фильма капитан Колтер просыпается в вагоне поезда, не понимая, что происходит. Однако он узнает, что его зовут Шон Феттерс. Через несколько минут поезд взрывается и Шон узнает, что на самом деле он капитан Стивенс и находится в специальной программе, которая позволяет переживать последние 8 минут жизни человека, в которого он вселяется. Теперь ему придется переживать эти 8 минут и сам взрыв каждый раз до тех пор, пока он не найдет подрывника этого поезда. Киану Ривз в нашем списке моментов засветится еще один раз, но в данном случае он исполняет роль Джонни Мнемоника. Фильм показывает события 2021 года, где виртуальная реальность под названием «Сеть» уже преодолела такое понятие, как интернет, и поглотила собой человечество. Шлемы виртуальной реальности и специальные перчатки для управления – это то, что, возможно, ожидает с появлением Oculus Rift. Визуальная часть в фильме сейчас заставляет смеяться. Графика виртуальной реальности а-ля Nintendo 64 – такое можно было увидеть только в фильмах фантастики 90-х. В 90-е годы Голливуд был весь отруманен фантастикой виртуальной реальности. В этом фильме Дензел Вашингтон, который играет Паркера Барнса, должен найти виртуальность Рассела Кроу, который играет роль Сида. Одна из сцен заставляет улыбнуться, показывая безупречную виртуальную графику с кровью уровней CG-роликов, игрушечными автоматами и добивающими фаталити. Не волнуйся, Дензел, Расселу не достать тебя в реальном мире. Пока. Еще один фильм от создателей виртуозности. Газонокосильщик был открытием в том, как показывать синхронизацию реальности и виртуальности. Моменты, связанные с виртуальной реальностью, до боли напоминают катсцены из Игр 90-х. И выглядит угловато и страшно, но Джо, бывший газонокосильщик, делает все для того, чтобы перенести реального себя в виртуальный мир. Футуристичный мир фильма «Разрушитель» уже перенасытился насилием, кровью и сексом. Если вы действительно хотите уединиться с девушкой, то для этого есть свои методы, которые нам и показывает Джон Спартон и лейтенант Ленина Хаксли. Одевая специальные шлемы, они могут предаться утехам. Однако, непонятно, что же насчет флидов. В 99-м году вышло три фильма, которые показывали нам кибермир. 13-й этаж справился со своей задачей несколько хуже, чем другие два, однако это тоже было неплохо. На 13-м этаже компьютерной корпорации была создана специальная программа виртуальной реальности. Симуляцию вводят нас в 1937 год в Лос-Анджелес. Люди, попавшие сюда однажды, начинают теряться в том, где же реальность, а где кибермир. Конечно, красочная вылизанная версия так называемой Tron Update тоже мог бы быть здесь. Но мы бы хотели отдать дань фильму из 80-х, который показал в те времена, чего может добиться человечество. Вместе с Кевином Флинном мы отправляемся в невероятную игру, насквозь пропитанную пикселями и неоном. Ох, это чертовски крутая игра. Хотелось бы попасть в такую сейчас. Что уж говорить про те времена. В этом триллере Ральф Финн сыграет бывшего копа, который сейчас продает сквит-клипы, которые позволяют человеку пережить воспоминания другого человека. У вас плохое прошлое? Просто присоединяйтесь и вам будет что вспомнить. Конечно, эти самые сквит-клипы приводят к убийству, вокруг которого и начинают развиваться события. В этом психологическом триллере мы следим за героями, не понимая, находятся они в виртуальности или в реальном мире. Впрочем, как и наши герои не понимают этого, что приводит их к тяжелым поступкам. Как понять, в реальном ты мире или нет? Как насчет того, чтобы убить официанта в ресторане? Вот до чего могут довести такие игры. Фильм «Матрица» вышел вместе с 13 этажом и виртуозностью в один год и явно победил в войне за доминирование над виртуальной реальностью. В фильме не уделяется большого внимания каким-то программам. На момент загрузки в мозг Нео знаний о боевых искусствах и запуск специальных виртуальных залов для тренировки просто взрывает мозг. Освободив свой разум, Нео может делать все и даже больше, в том числе преодолевать гравитацию. В этом, как ему казалось раньше, реальном мире. А на этом это все самые крутые фильмы про виртуальную реальность и моменты из них. Ставьте лайк и кидайте ссылку друзьям, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые ролики и до новых встреч на новых видео. Всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok